МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Реконструкция Наташинского парка продолжается. С наступающим праздником вас поздравляем от души. Творческие бригады Люберец поздравляют ветеранов. Я прибыл сюда, чтобы помолиться вместе с прихожанами наших Люберецких храмов, посвятить куличи и Пасхе. Православные верующие отметили Пасху. А теперь подробнее о всех событиях. Прошла очередная встреча в формате выездной администрации. На вопросы люберчан ответили профильные заместители главы, представители управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. На этот раз собрание прошло в поселке Октябрьский. С какими проблемами пришли жители, расскажет Анастасия Кладинова. Пешеходный переход, пожалуйста. У нас там транспорт, пожалуйста. Павильон строят на автопарковке, мясной. Въезд в поселок и павильон. Местом встречи стал актовый зал 53-й школы. Главная задача выездной администрации – помогать люберчанам быстрее решать проблемы. Жители поселка Октябрьский обратились с вопросом о незаконном строительстве торговых площадок по улице Ленина. За этот год возвели три новых павильона. Здесь павильоны незаконные. Тогда вопрос, как они опять получали документы, строятся на парковке, на местах, где машины должны стоять. Где бургер, где, там и так парковок, точнее парковок, палаток столько, что достаточно больше там ничего другого не надо. Жители задавали вопросы и блоку благоустройства. Людмилу Фролову волнуют дальнейшие работы в парке «Лесная опушка». На данный момент закончен первый этап. Очень хотелось бы, чтобы деньги выделили, чтобы наш проект, который приезжали, открывали, и глава, и все руководители, был завершен достойно. Встреча прошла отлично. Жители обращались с различными вопросами, такие как несационарная торговля, благоустройство парковых территорий, безопасность, установка камер видеонаблюдения. Все вопросы мы записали, и обязательно каждому жителю, который сегодня обратился, будут даны исчерпывающие ответы на их заявление. Ни одно обращение не останется без внимания и ответа. Узнать о предстоящих встречах можно на официальном сайте администрации или в социальных сетях. Анастасия Кладинова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Излюбленное место отдыха и визитная карточка «Люберец». В парке Наташинские пруды проводят масштабную реконструкцию. Работы по благоустройству начались еще в прошлом году, но их пришлось приостановить из-за недобросовестных подрядчиков. Сейчас за преображение парка взялась новая компания. Все подробности знает Луиза Езарян. Участки вокруг прудов и центральной аллеи Наташинского парка временно закрыты для прогулок. Сейчас там проводят демонтажные работы. Перед укладкой нового покрытия устройства подземных коммуникаций необходимо тщательно подготовить территорию. Я живу здесь рядышком, недалеко, через три дома и мой дом. Ходим часто сюда с внуком гулять. Когда та компания занималась, мы тут ходили, ничего не делали. А здесь чувствуется, в общем-то, активно начали работать. Не только активно работать, но и согласовывать свои действия с жителями – главный принцип новой подрядной организации. Вместе с руководством городского округа представители компании ответили на вопросы инициативной группы. При разработке концепции благоустройства учитывалось мнение каждого. Каждый ход работ контролируют наши сотрудники вместе с жителями. Конечно же, вносятся какие-то изменения, они всегда появляются, что-то забыли. Вот только что мы как раз сидели на лавочках, которые завесены по проекту, проектному решению, которое в документации было представлено. Поступили дополнительные предложения по корректировке этих лавок. Мы их обязательно внесем. И те объекты, которые будут уже установлены, будут служить долгие годы. Реконструкция затронет центральную и лесную части парка. В зоне отдыха обустроят специальные дорожки для самокатчиков, велосипедистов и любителей скандинавской ходьбы. Также запланирована облицовка амфитеатра, установка входных групп, лодочной станции и комнаты матери и ребенка. Все работы завершатся в сентябре. Отдельной темой на встрече с жителями стало обмеление прудов. В этом году специалисты проведут необходимые изыскания, которые помогут найти решение для восстановления уровня воды. Луиса Эйгесарян, Денис Заугольников, Телеканал ЛРТ. Глава округа Владимир Волков провел еженедельное оперативное совещание. О проделанной за минувшую неделю работе отчитались руководители структурных подразделений и силовых ведомств. Тему продолжит Богдан Колесников. Глава округа Владимир Волков провел еженедельное оперативное совещание. О проделанной за минувшую неделю работе отчитались руководители структурных подразделений и силовых ведомств. В Люберцах подвели итоги месячника благоустройства. За апрель собрали и вывезли 180 тысяч кубических метров мусора. На особом контроле содержание контейнерных площадок во дворах. 9 контейнерных площадок было модернизировано с расширением и увеличением контейнерных баков. На 30 контейнерных площадок, где место позволяло, было установлено еще дополнительно 88 баков, что позволило избежать на этих площадках перенакоплений. Работа в этом направлении будет продолжаться в течение всего года. Мониторинг осуществляется постоянно совместно с региональным оператором. В честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне подготовлена большая программа. Мероприятия пройдут во всех поселках. В полдень 9 мая состоится возложение цветов к мемориальному комплексу «Вечный огонь». Главной локацией проведения праздника станет Центральный парк Люберец. Здесь расположатся различные активности, выставки, развлекательные площадки и фуд-корты. В 11.00 на парковке между зданием администрации и парком расположится выставка военной техники, участвовавшей в Великой Отечественной войне. На выставке будут демонстрироваться сразу два легендарных миномёта «Катюша». Также вы увидите 37-мм зенитную пушку, трёхкосный грузовой автомобиль фирмы «Студебекер» и знаменитый советский танк в период Великой Отечественной войны Т-34. Также будет представлен полноразмерный макет советского истребителя И-16. В парке расположится также выставка стрелкового оружия, пройдёт мастер-класс по изготовлению основы для копных свечей, спортивные состязания, будет работать полевая кухня. В 17.00 начнётся праздничный концерт. В Леберецком дворце культуры состоялся праздничный концерт, посвящённый 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. С главной сцены городского округа прозвучали поздравления в адрес тех, кто в далёком 45-м подарил нам мирное небо. Песни и мелодии, без которых не обходится ни один День Победы. Именно они создают атмосферу радости и напоминают о великом подвиге советского народа. Особенно волнителен этот праздник для людей, которые знают о войне не понаслышке и которые помнят тот самый знаменательный день – 9 мая 45-го. В 45-м году мне было 10 лет, когда кончилась война. Этот день был необыкновенно красочный, ярко-солнечный. Было очень тепло, было очень весело. По посёлку, у кого были гармонии, ходили, играли гармонисты. Люди пели, плясали и смеялись, обнимались. Мне было 9 лет всего, поэтому войну я захватил в Сталинграде. Воздушные бои, бомбёжка тоже была в Сталинграде, оккупация была тоже. Когда объявили победу, мы были очень рады, кричали «Победа! Наконец пришла к нам победа!» Но День Победы – это праздник со слезами на глазах, поэтому концерт начался с минуты молчания. В память о тех, чьи жизни забрала Великая Отечественная война. Уважаемые участники Великой Отечественной войны, уважаемые труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, дорогие люберчане! 9 мая 79 лет назад ознаменовалось поднятием флага победы над зданием Рейхстага, над зданием того центра зла, которое пришло на территорию нашей страны. Я поздравляю всех с этим праздником, я желаю всем только крепкого здоровья, светлого неба над головой и, конечно, особое внимание обращать на наших ветеранов. И сегодня я хочу сказать слова огромной благодарности ныне живущим нашим ветеранам, а у нас в районе, в городском округе 27 ветеранов-фронтовиков. Самый молодой ветеран – это 95 лет. 97, 98, 99 – такие у нас люди есть. И, конечно, мы их окружаем вниманием. Дорогие ветераны, своими делами и жизненным примером вы передали нам любовь к родной земле, опыт и умение, невзирая на сложности, идти к цели и добиваться победы. Пусть в наших сердцах живет вечная благодарность за жизнь и за победу. После торжественной части на сцену вышли артисты городского округа. Танцевальные вокальные номера чередовались с мини-сценками. Актеры музыкально-драматического театра поведали зрителям военной истории любви. А завершился концерт главной песней этого праздника. День Победы – один из самых важных праздников в истории нашей страны. Творческий агитбригады городского округа чествует главных виновников торжества – ветеранов. Как поздравили участника Великой Отечественной войны Игоря Павловича Авдеева, расскажут мои коллеги. Мне исполнилось 18 лет 2 октября 1943 года. А в армию меня призвали 18 ноября. Сразу 18 лет призвали в армию. И отправили в снайперское училище. Занимались мы. Сначала нас обучали, а потом мы обучали. Это как снайперскому искусству. А потом меня по болезни демобилизовали. В 44-м Игорь Авдеев получил тяжелое ранение и вернулся домой. Окончил Люберецкий техникум и устроился на завод Ухтомского. Свой парадный китель с наградами ветеран Великой Отечественной надевает только по торжественным событиям. День Победы для его семьи – самый долгожданный праздник. Со своей женой Станиславой Петровной рука об руку идут уже 72 года. И каждый год в преддверии праздника они принимают гостей. С наступающим праздником вас поздравляем от души, от себя лично, от всех жителей городского округа. Только здоровья, такого же крепкого рукопожатия. На улице Игоря Павловича ждал еще один сюрприз. Мобильные творческие агитбригады принесли атмосферу праздника прямо во двор, где проживает ветеран Великой Отечественной войны. Вместе они вспомнили песни военных лет. Это день Победы, порохом промах. Это праздник с ледяною на весах. Это радость со слезами на глазах. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всю неделю в городском округе проходят концерты, тематические встречи и выставки, посвященные Дню Победы. Неотъемлемая часть празднования – выступление творческих агитбригад под окнами главных героев, ветеранов Великой Отечественной войны. Наша съемочная группа увидела, как поздравили Ивана Михайловича Мишиненкова. Сегодня Иван Мишиненков в ожидании гостей. Причиной тому – День Победы. А значит, есть повод найдеть парадный китель с орденами. И еще раз помнить тот самый май 45-го. Один из ярких эпизодов – взятие Берлина и подпись на оповерженном Рейхстаге. 25-го, примерно 26-го, в апреле месяце мы в окружении сжимали кольцо берлинское. Сжимали его. И вот все, подвигались, подвигались. Вот этот, там даже самолет летит, он вон, бог, а все ближе, ближе к Рейхстагу пришли. Вот, я был и в Рейхстаге был, посмотрел, кто кровь распорядка, кто как. Я нашел там кирпичку, такой вот, красненький меч нашел. Я был, такого-то числа, чудо-более, там не напиши, места нет. Как обычно настроение, во, такая, такая жизнь. Иван Михайлович дожил, дата, а скоро много-много, сто лет дяди Иванович. Большой юбилей предстоит 4 июня, а пока Иван Михайлович принимает поздравления с не менее главным праздником в его жизни. На столе уже лежит письмо от президента России. От имени губернатора Московской области и от себя лично ветерана поздравил глава-люберец Владимир Волков. В первую очередь хотим пожелать здоровья, только здоровья. Вам в этом году исполняется 100 лет? Нет еще. Сколько? 100-100 будет, да. Как, в этом году 100 лет исполняется? Нет, нет, обманывает? Обманывает. Ну, выглядите вы на 60, не больше. Нет, нет, годачку туда. А, понятно. Вот с таким же чувством юмора встречать и этот возраст. И, конечно, вам огромное спасибо. Общение продолжилось в теплой домашней обстановке за чашкой чая. Затем Иван Михайлович вместе с главой вышел во двор. Там его поприветствовали соседи и творческие агитбригады. У подъезда героя развернули импровизированную сцену. Артисты городского округа исполнили знаменитые песни военных лет. Дети и взрослые сделали памятное фото с ветераном. Очень приятно, когда они забывают ветеранов. Их так мало осталось. И, конечно, им очень приятно. И они будут до следующего года, до праздника будут вспоминать это. Спасибо вам. В преддверии 79-й годовщины победы Люберецкие депутаты, член ветеранских и молодежных организаций возложили цветы к памятнику погибшим в боях Великой Отечественной. Память героев почтили минуты молчания. На этой стелле, установленной на территории государственного научно-исследовательского института горно-химического сырья, высечены имена 14 сотрудников погибших на полях сражения. Каждый год в преддверии Дня Победы Люберчане приносят к нему цветы. Самый светлый праздник для жителей Советского Союза в День России. И мы очень благодарны сегодня нашим ветеранам, сегодня в пословской области. Живых осталось порядка 500 генералов. С тяжелением, я не буду стоять, но жиры сегодня верны. Мы туда тоже не хотели, но жили сегодня войны. И мы сегодня вспоминаем наших героев. А герои в каждой семье, каждая семья принесла свой вклад в великую победу. В 41-м году наши отцы и прадеды встали на защиту нашей Родины, не жалея ни жизни своей, приближая победу и уничтожение фашизма. Низкий поклон этим героям, которые выбиты на границе, их имена во веки веков будут незабыты. В рамках Всероссийского патриотического проекта партии «Единая Россия» открыли новые парты героев. На этот раз им присвоены имена участницы Великой Отечественной войны Анны Кашинцевой и участника специальной военной операции Сергея Гончарова. Как прошли торжественные церемонии в школах городского округа, расскажет наш корреспондент. Сейчас для нас это уже такие прошедшие годы, годы в истории, которые вы узнаете, только познаете в школе. Время, к сожалению, уходит и с ним уходят те люди, которые были непосредственно участниками тех событий. Изучайте нашу историю, история наша, величайшая нашей страны. В 28-й школе в Коренёве открытие парты посвятили участнице Великой Отечественной войны медсестре передвижного госпиталя Анне Ивановне Кашинцевой. В 22 года девушка помогала не только врачам в эшелоне, но и выносила раненых с поля боя. В годы Великой Отечественной войны каждый день был подвигом на поле боя, в медсанбатах, при фронтовых госпиталях во имя спасения раненых. Медсестры обладали гуманизмом и беззаветной любовью и верностью к раненым бойцам-защитникам. Такое отношение говорило о неуклонной преданности медицинскому долгу. Анна Кашинцева ушла на фронт в июне 41-го и отработала медсестрой до победного 9 мая 45-го. Имея педагогическое образование, после войны работала по профессии. В этой школе преподавала русский и литературу. И сегодня, почтить память любимой учительницы, пришли ее ученики. Она к нам пришла преподавать в 69-м году, как было сказано. Мы учились здесь, она преподавала русский и литературу. И мы учились у нее год, потому что школа была восьмилетка. Мы ходили к ней, кто-то с личными проблемами, кто-то мог прийти поплакаться ей. Она нас очень вдохновляла и на строительство судьбы, и на устройство личной жизни. А в 52-й школе Малаховки открыли парту героя имени Сергея Гончарова, участника специальной военной операции. 2 апреля 2022-го он отправился в зону СВО в составе воздушно-десантных войск. Погиб Сергей 25 августа этого же года в боях за Андреевку Херсонской области. Парта героя – это ученическая парта с размещенной на ней информацией о заслуженном человеке, герое, имеющем непосредственное отношение к школе и вошедшим в историю Отечества, его фотографии, биографии и героическом пути. На сегодня в Люберцах открыто около 20 таких парт. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В канун 9 мая в военном комиссариате городского округа Люберцы открылась выставка артефактов специальной военной операции. Ее организовал Следственный комитет Российской Федерации и межрегиональная организация «Юный следователь». Посетители смогли увидеть экспонаты, связанные с подвигами военнослужащих. Их тему продолжат мои коллеги. Шахта «Горская» – единственное большое предприятие в Луганской области. Основана в 1912-м и была процветающей организацией. На ее территории даже находились теплицы и оранжереи. Но сейчас шахта почти полностью разрушена. Вот эта шахта «Горская», это Луганский район, это Лисичанск. Значит, вот эти именно артефакты были, шахта была захвачена украинскими солдатами, но не была разграблена одна из этих шахт. И вот эти вот предметы, они именно с этой шахты. В экспозиции представлены предметы, вывезенные с территории шахты. Это вещи самих шахтеров. Каски, фонари, противогаз, наручные часы и документы. В июне 2022-го «Горскую» освободили российские солдаты. На этой выставке уникальные предметы, свидетельствующие о героизме наших воинов. Именно эти артефакты с того места, они не где-то собраны, они конкретные. Они, начиная от шахты «Горская», заканчивая, скажем, экипировкой именно натовских солдат, запрещенных боеприпасов, которые используют против нас, против наших бойцов. Мы хотим, чтобы как больше молодых ребят увидели. И вообще население, наверное, в целом России познакомилось с данными предметами. Цель такого передвижного музея – повышение военно-патриотического воспитания подрастающего поколения и знакомство молодежи с вооружением, применяемым в зоне СВО. Мы постараемся сделать так, чтобы сюда были вовлечены большая масса школ, которые находятся на территории района. Нам дают возможность, так сказать, несколько дней для того, чтобы вот эти экспонаты здесь у нас находились на территории. И мы постараемся во время вот этих вот праздничных дней охватить большую массу наших ребят и их родителей. Это так будоражит на самом деле, понимать, что сейчас на самом деле происходит, увидеть это все и прочувствовать, понимать, как там все, как это видят люди, которые находятся там. На временной экспозиции представлено российское и иностранное снаряжение, элементы пусковых устройств, ручных гранатометов и экипировка бойцов РФ. Выставка создана в рамках исполнения поручения президента Российской Федерации. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Православные верующие отметили Пасху. В Великую Субботу жители округа посетили церковную службу, которая состоялась в храме Преображения Господня, и освещали пасхальные угощения. О приготовлениях к светлому празднику расскажет наша съемочная группа. В Великую Субботу называют днем тишины и покоя. Храмы украшены живыми цветами, а священнослужители меняют черное облачение на белое, как символ торжества жизни над смертью. Этот день православные посвящают молитвам и подготовке к встрече Светлого Воскресенья. В преддверии пасхальных дней я прибыл сюда, чтобы помолиться вместе с прихожанами наших люберецких храмов, осветить куличи и Пасхи. Собственно, вот этой надеждой, этой верой мы и живем. Верой в воскресенье Спасителя, которая дает нам силы, добро, власть побеждать грех в нашей жизни. Я думаю, что это самое главное, чтобы наше общество было светлее, чище, правильнее и совершало праведную жизнь. После окончания утренней службы верующие освещают пасхальные корзины. Символом светлого праздника являются куличи, Пасхи и яйца, а их выпекание и окрашивание древней традицией. Как бы с детства, наверное, приучены к этому. Нормально, абсолютно, как положено, надо делать ключи, печь, яйца красить. Я как бы приверженец этой религии, и я всегда его отмечаю. Этот праздник люблю, красочный, красивый. Земное нас притягивает. Божьей помощи и свобода духа от побечений излишних земных вам всем желаю. С праздником! Яйца и куличи в Великую субботу не пробуют. Верующие ждут наступления праздника, а ближе к полуночи православные выходят на крестный ход и завершают семинедельный священный пост. Анастасия Кладинова, Денис Угольников, телеканал ЛРТ. Дворец «Спорт и триумф» стал эпицентром красоты, изящества и грации. Там состоялся турнир по художественной гимнастике, на котором выступили юные спортсменки из Москвы и Московской области. С организаторами и участницами соревнований познакомилась Луиза и Геозарян. Конец весны для юных гимнасток. Время подведения итогов и демонстрация навыков, приобретенных за этот спортивный сезон. Удачно выступить на отчетном турнире важно для каждой из них. И даже перед самим выходом на ковер никто не расслабляется. Всего в соревнованиях приняли участие более 200 гимнасток из восьми округов Московской области и Москвы. Возраст участниц от 3 до 16 лет. Они выступали как в индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях. Маленькие девочки 3-4 года, которые первый раз участвуют в соревнованиях, они выполняют нормативы, сдают разные задания. Мостик, например, складка, бабочка и так далее. Судьи их оценивают и девочки распределяются по местам и выигрывают свои первые медали. А взрослые девочки выступают в индивидуальной программе с разными предметами или без предмета. А также девочки выступают в групповых упражнениях. Это когда 5 гимнасток одновременно на ковре выполняют упражнения под музыку. За выступлением каждой спортсменки пристально следили судьи. Одна бригада оценивала трудности прыжков, поворотов и других действий гимнасток. Другая выставляла баллы по трудности предмета. Выступила я неплохо. Были, конечно же, ошибки. Еще стоит дорабатывать и работать, усиливать свое мастерство, улучшаться. Главное не место, я считаю, главное тот опыт, который я получила от моего выступления, от моей подготовки и на место не ориентируюсь. Я уже выступила. Настроение отличное. Ну, я когда была маленькая, видела в интернете видео, как девочки выступают, и захотела туда пойти. Призеров и победителей определили в каждой возрастной категории. А на торжественном параде сильнейших гимнасток наградили медалями, памятными кубками и дипломами. Луиса Игия Сырян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше интересных новостей можете искать в наших социальных сетях и, конечно же, у нас на сайте lrt.tv. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова